Продолжение следует... И фактически набор прикладных решений для каких-то общих паттернов, cloud-паттернов, Spring Cloud. А сегодня мы продолжаем, заканчиваем эту серию уже, связка Spring, даже Spring Cloud и Docker. Как он может помочь нам в нашей жизни. Начнем мы опять немножко к тем, кто был, кто у кого не было. Потом мы немножко вспомним, о чем мы говорили в прошлой серии. Потом немножко поговорим, сравним Docker контейнер и virtual machine images. Какие плюсы и минусы, зачем оно, что оно. Потом мы перейдем плавно к Docker, немножко расскажем, что это такое. Кто знает, это очень хорошо. Кто не знает, может я как-то заинтересую этим. Потом опять же продолжим и поговорим уже, как можно делать Docker image, используя Spring. И закончим рассказом о Docker Compose и его бенефитам, как оно может пригодиться в нашей регулярной девелоперской жизни. Окей. То есть, не знаю, помните, не помните. Ну, то есть, есть популярный терм микросервисов. Все говорят, что ты разделяй власт, есть у нас какое-то монолитное приложение. И оно очень неудобно иногда с ним работать, потому что тяжело тестать, тяжело делать какие-то новые изменения. Особенно если они затракивают большой функционал, естественное связывание. И сейчас все говорят о микросервисах. Как бы маленькие такие независимые компоненты, такие маленькие аппликации, которые позволяют нам практически очень быстро выпускать продукт. Это маркет, который позволяет нам иметь маленькие команды, которые работают только над своей частью, над своим маленьким сервисом. И они сами по себе, их код мал. И как результат, и качество этого сервиса, качество сервиса должно быть на вашем уровне. И само по себе, само по себе они как бы дизайн этих микросервисов, этой архитектуры построены на том, чтобы легко скейлить наше положение. Но в то же время, но в то же время, есть очень много таких негативных сторон. И как вы видите на этой картиночке, что вот наш потенциальный какой-то продукт, у него есть очень много сервисов, но один сервис использует другой сервис, третий сервис использует какой-то базы данных. Четвертый, пятый – это все такая сетка, паутина, и очень тяжело с этим разобраться. То есть сразу возникает у нас проблема где-то с централизированной конфигурацией, капель, что шарик какой-то конфигурации, которую я хочу иметь для продукта, например, который ранится на стейджинге, на продакшене, даже в дэвенвайрменте. Возникает проблема, как я могу найти сервис, какой-то другой сервис по его имени или другому идентификатору, в моей всей сети MyCluster сервисов, как load-balancing это все и 5-10, плюс обязательно, опять же, как это все деплоить и ментейнуть. И тут возникает, как бы, Spring говорит, что, ребята, мы сделали такой набор продуктов, которые под кодовым названием Spring Cloud. Фактически это такой, как говорится, это Toolbox для дистрибьютерных аппликаций. Фактически, опять же, Spring Cloud носит в себя набор, там, очень много тулзал, основные из них, которые решают какие-то насущенные проблемы. Если вы хотите иметь какой-то централизированный configuration сервер, Spring говорят, что вот у нас есть Spring Cloud конфликс сервер. Для Discovery они говорят, вот мы взяли от Netflix и Eureka, вот, также у нас есть наш консул, и нас, и, так же еще можете использовать, в принципе, зорки, это же отдельное приложение. Вот, Circuit Breaker Pattern, опять же, очень легко решают это проблемы, используя Netflix, ну, и так далее, и тому подобное. Это все хорошо, вот, но сегодня мы поговорим немножко о другом. Вот, если вы помните, не помните, мы в прошлой моей презентации, мы, мы, в прошлой моей презентации, мы построили приложение, как бы, некий сервис, который, приложение, которое использует один сервис, и мы, в принципе, тот сервис регистрируем для себя в Discovery компоненте и используется централизированная конфигурация. То есть, вы, статистически, таких четыре, четыре маленьких микросервисов. Сейчас мы, поэтому, архитектура, архитектура вот этой всей аппликации выглядит приблизительно вот так. У нас мы заинтродившили центральный конфигурационный сервис, вот, который, в свою очередь, сохраняет наши конфигурации. В моем случае это на, 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 на GT. Вот, это, я взял GitHub, вот, для примера, там несколько конфигурационных файлов, которые используются для того или иного сервиса. Суть в том, как бы, в то же время, репозиторий, репозиторий есть несколько, можно использовать какой-то файл-бейс, можно использовать какой-то SVN, ну, и, можно, кастом. Вот, мы заинтродившили Discovery сервис, который используем Eureka для того, чтобы его сделать, ну, вот. И наш демо сервис, который фактически использует какой-то REST метод, в нашем случае это Genders, который просто выдает список каких-то музыкальных жанров, которые он, который он с нами. В то же время, этот демо сервис, он коннектится к, использует Configuration сервер для того, чтобы получить информацию о Location Discovery сервера, для того, чтобы потом зарегистрироваться в нем. Для того, чтобы какая-то другая аппликация, которая в теории планирует использовать, вытягивать информацию с этого демо сервиса, чтобы эта аппликация могла его дойти. Вот. Соответственно, и четвертый наш компонент, это сам application. Этот application, что он делает? Его задача какая? Просто взять, вытащить информацию, вот, например, дать ему музыкальный жанр, как-то обработать, ну, и, соответственно, показать юзеру. Также мы тогда заимплементили Circuit Breaker Pattern и показывали, что в случае, если мы не можем найти ни одного демо сервиса, чтобы наша аппликация не кричила, а корректно обрабатывая все такие файлы кейсы. Вот. Соответственно, эта аппликация вычитывает, опять же, конфигурацию с location discovery service, используя наш центральный configuration service, вот, и регистрирует, опять же, себя, регистрирует в этом discovery сервере, плюс, опять же, использует его для того, чтобы получить информацию о location нашего демо сервиса, вот, есть ли он один или есть ли их несколько. Так. И, соответственно, она получила информацию о location нашего демо сервиса или группы демо сервиса, там мы использовали простой load balancing, мы брали там, если не шеварист, первый попавшийся, и делали, называли rest, делали rest all на этот гендерс. Вот. Вот. Получали список наших жанров, сохраняли где-то in memory storage и, соответственно, показывали юзеру эту информацию. Вот. Все просто. Вот. Но возникает вопрос, да, то есть четыре сервиса. Это очень простой пример, но, но что же, что же делать, если, как это все девелопить и как быть. Особенно учитывая, даже возьмем пример, если у нас есть какая-то уже более реальная аппликация, которая, ну, которой намного больше сервиса, вот, нежели мы только что описали. Вот. И если ты есть тиммембер какого-то там маленького сервиса, вот, для того, чтобы тебе запустить его, проверить, что все работает, что все остальные сервисы коммуницируют правильно с твоим же сервисом, да, как это все запустить локально. Это, это очень печально. У нас есть зоопарк, и нам надо что-то думать. Вот. Есть несколько вариантов. Что делать? Каждый из микросервисов мы можем запаковать, использовать какое-то имя, то есть, ну, в принципе, это в случае Амазона, да, то есть это амазоновский machine image. Вот. Фактически, что это есть? Это также есть виртуальная машина, которая настроена, там есть какой-то application server, крутится, и фактически наша аппликация крутится. Вот. Есть несколько таких вендоров, которые позволяют тебе сделать, вот, автоматизировать этот процесс, вот, ну, я знаю про Packer, и вот, ну, есть еще какие-то, вот. Ну, а в то же время есть куча своих негативных сторон, которые, это, во-первых, делал процесс очень медленно. Запуск этой виртуальной, ну, это виртуальная машина, запуск, соответственно, виртуальная машина тоже занимает какое-то время. И самый-самый негативный момент, это, как на меня, чисто мое мнение, это то, что локально на своей машине, какая бы она была ни крутая, ни сильная, много-много этих виртуальных машин ты не запустишь. Вот. Поэтому сейчас вот вышел, опять же, как бы, старый новый тренд. У нас появился докер. Что такое докер? Докер, это, опять же, какой-то механизм, так, даже тулбокс, который позволяет тебе работать с какими-то контейнерами. Вот. Они используют OS-level виртуализацию. Вот. И фактически, что это, что тебе позволяет? Позволяет делать очень lightweight контейнеры. Это не есть виртуальная машина, это просто есть, грубо говоря, какой-то процесс, который ты описал, который запустил, и он контролируется вон этим докером. Фактически, ты используешь, шаришь ресурсы своей системы, вот. И тебе нет этого выполнительного overhead, как есть в виртуальной машине. То есть. Они легкие, минимальный footprint, куча бенефитов. Есть репозиторий, в которых ты можешь сохранять свои имиджи, то есть, фактически, ты делаешь имидж, который описывает какой-то функционал. Вот. В данном случае, вот, на картинке у нас показано, что у нас есть базовый имидж, который ранит Debian. Вот. Debian-based image. Вот. Фактически, что мы делаем? Когда я хочу добавить туда emacs, я хочу создать новый имидж, и я говорю, я хочу создать имидж, чтобы там был emacs. Вот мы создаем, добавляем этот имидж, и фактически он инкрементно добавляет, просто добавляет такой div к этому base-имиджу. Ну вот. И, соответственно, получается, что по disk space у нас есть минимальный footprint. Мы просто сохраняем div. Div наших изменений. Вот. И, опять же, если я хочу добавить еще on top этого emacs-имиджа Apache, пожалуйста, опять же, создается новый div, который считает, окей, мы базировались на этом emacs-имидже, который, в свою очередь, базируется на base-имидже, и вот, и опять два divа, и вот у нас есть Apache image. И потом, когда я хочу уже запустить, сделать какой-то, запустить этот имидж, его, делать контейнер с него фактически, вот, я говорю, доктор, запусти мне, пожалуйста, вот этот имидж, я хочу, чтобы я получил рабочие отношения. Окей. Едем дальше, так, я коротко хочу пройтись по доктору, я надеюсь, что вы в курсе, что я такое, чтобы не фокусироваться на этом. Ну, докер, 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 крут, а идем дальше. Опять же, separation of concepts, их, наверное, основной такой мотив. С точки зрения девелопера, задача какая девелопера? Задача девелопера – это создать этот контейнер фактически и думать о том, что, как наконфигуровать в середине вот этого имиджа, то есть контейнер, который в свою, ну, контейнер будем говорить, вот, как запустить какой-то процесс, вот, какие пути, что все наконфигурует. Ты один раз это сделал, сделал с него имидж, и все, и дальше ты практически, когда ты уже запускаешь его, мы получаем эти контейнеры, вот. И тут у нас есть задача ops-инженера, которая его, уже задача, ему уже не важно, что в середине, он просто знает, в середине крутится какой-то процесс, его уже сделали, оно работает, вот. Его задача просто иметь какое-то там логирование централизированное, например, мониторить его, нетворки, какие-то конфигурации, вот, и стартовать, чтобы там, вот такая, вот, паблишить какие-то репозитории, вот. Опять, основные концепты, что мы можем запускать наши имиджи на любых Linux контейнерах. Опять же, ну, основная проблема, в принципе, в принципе, то, что это Linux-based. Успользуется Linux-ядро для того, чтобы делать это OS-level виртуализацию, вот, поэтому, если ты хотел бы иметь эти контейнеры на Windows-е, ну, как бы, Windows-based контейнер — это нереально, вот. Но, так как у нас Java-стэк, я не думаю, что это большая проблема. У нас Java запускается everywhere. Вот. Так, едем дальше, это кому надо посмотреть. Вот, базовые команды докера. Ну, вот, опять же, есть список базовых команд. У нас есть докер-интерпретатор, который, если мы говорим через команд-лайн, покажем докер-имиджес, команда фактически показывает список всех твоих имиджей, которые тебе есть в твоем локальном репозиторе. Если ты хочешь что-то добавить, опять же, ты делаешь докер-пул и указываешь локейшн того имиджа. С какого-то ремонтного репозитория, там, докер-хаба, либо еще какого-то там твоего специфичного, твоей компании, вот, приватного репозитория. Ты пулуешь его и добавляешь свой локальный репозиторий. Потом, после этого, ты можешь уже работать с ним, запускать код. Если ты сделал какие-то изменения к этому имиджу, ты можешь сделать докер-пуш и пушнуть твой имидж с локального репозитория, уже твой ремонтный репозиторий. Докер-билд позволяет тебе создать докер-имидж, используя такой докер-файл, это сценарий, конфигурация, который рассказывает, что на чем базируется, какие команды запускать, какая файловая структура, что где должна лежать. Вот. DockerPS показывает список, список запущенных контейнеров, докер-контейнеров, с разными там комбинациями, например, докер-ран, опять же, мы говорим докер-ран, указываем ему имидж, мы говорим запусти мне, пожалуйста, дать имидж и, соответственно, создай контейнер с него. Докер-старт-стоп, опять же, стартует, стопает наш контейнер. Инсперт показывает детальную информацию по запущенному контейнеру, его все mount-поинты, links, networking, port-info, ну, очень много разной информации, нужно и не нужно, но большинство нужно. Вот. Kill ERM, можно столкнуть, кинуть запущенный докер-контейнер, вот, или и удалить его, соответственно, чтобы он не висел на списке контейнеров, которые есть. Вот. Вся информация детальная, доступна на docker.io в сайте. Очень много информации, очень много видео, слайдов, поэтому очень рекомендую почитать. Вот. Но, опять же, сегодня мы поговорим не о том, как использовать докерском онлайн, а мы поговорим о том, о спринге, как использовать докер со спрингом. Фактически, что у нас есть? У нас есть возможность добавить дополнительный плагин, который называется docker-maven-plagin. Есть очень много реализаций от разных вендоров, ребят, вот этого плагина, вот, но, фактически, в принципе, тот же самый спринг.io рекомендует, ну, как бы, не рекомендует, а не базировалось на своих документациях, используя в ком-спринге. Плагин. Вот. Соответственно, что мы? Мы добавляем плагин, docker-maven-plagin. Мы можем создать docker-файл, который описывает в сценарии, как нам, как нам собрать наш имидж с нашего проекта, с нашего сегмента маленького сервиса. Ну, вот, я говорю, базируйся, пожалуйста, на восьмой Java. Добавь, пожалуйста, мой Java, запиши ее вот в root, в корень файла системы под названием app.jart. За expose, скажем так, сконфигури, скажи, что будет внешне доступный порт 8.7.6.1. Вот. И запусти, пожалуйста, команду, представьте моего контейнера, запусти команду java.soc.jar, естественно, мой Java. Все, очень просто. А уже в самом плагине, что мы делаем, мы говорим, что, пожалуйста, вот, используя и подключаем наш плагин, и говорим, конфигурация, мой docker-файл лежит в этой папке, base-project-dir, под src-main-docker-папкой, вот, под названием docker-файл. Вот. Ресурсы, ресурсы, вот. И далее для того, чтобы просто сделать этот image, достаточно вызвать этот docker-build maven-task, который сделает все, что нужно. Не хочем использовать docker-файл? Пожалуйста, maven-плагин он позволяет нам всю конфигурацию иметь в пол.xml-файле. Опять же, тот же самый, говорим. Базовый имен Java, восьмая Java. Симдели-бентри-поинт. Мы говорим, запусти мне, пожалуйста, Java-джакку, вот, с таким, такую джакку. Все. Заэкспоузит такой порт. Все. Немножко делаем паузу на практическую часть. Вот, есть у нас наш, мой проект, который остался с предыдущего сессии. Здесь мой docker. И у меня есть, в моей системе зарегистрировано только один java. 8-пимидж. Я его уже закачал, потому что он 600-700 мегабайт повесит, и я решил не ждать. Для того, чтобы он закачать надо какое-то время, чтобы быстрее было, я не буду уже подготовивать систему. Никаких других. Им же умений. Окей. А теперь, что я хочу сделать? Я хочу, фактически, мы сделаем, вот, у нас есть сервис. Мы для него создадим новую папочку. Окей. Мы создадим новый файл. За него, в него заплываем наш контент, практически то, что у нас было в наших слайдах. Опять, восьмая java. JAR, думаю, будет называться так. Заплыви его в корень, в этот название appjav. The expose report. И запусти, пожалуйста, java. JAR, мой appjav. Вот. Окей. Едем в пол. Добавляем. Что мы добавляем? Добавляем плагин. Добавляем плагин. Вот. Мы говорим, используйте, пожалуйста, докер файл с этой локейшн. И имидж name. Создай имидж под названием. Вот, используй артефакт ID и вот этот имидж префикс. Имидж префикс надо добавить еще как property. Добавляем property. И говорим, что вот будут имидж префикс имиджа из этого демо. Вот и все. Все прекрасно. Так. Давайте сначала сбилдаем продукт. Окей. Есть. Выпускаем докер build task. В принципе, опять же, можно сконфигурить наш пом для того, чтобы не запускать докер build task, а если там можно автоматически генерить этот имидж во время пакетчинга. Опять добавляем дополнительные инструкции и все будет автоматически происходить. Ну вот. Build success проверяем. Докер имиджес говорит, окей, у нас есть SBO demo Eureka Serious Image. Окей. Едем дальше. Идем наш configuration. Опять же, добавим к нему по property. Image. Крайфикс. И добавим наш MyVent plugin. Добавим. Мы уже не используем докер файл. Мы уже, в принципе, конфигурацию описали уже в нашем form-файле. Buildим и создаем имидж. Все вроде бы хорошо. Проверяем. Есть наш конфигурация. Хорошо. Давайте теперь запустим наш, с нашего имиджа создадим контейнер. Фактически, что я хочу сделать? Что я делаю? Докер. Я говорю, run. Запусти мне этот имидж. Запусти его. Демонизируй его. За форварде, пожалуйста, вот эти порты. 4 восьмерки, которые экспозят этот имидж. Вот сейчас он экспозит. Вот он наш порт. 4 восьмерки. Вот. Используй для него, создай под названием, делаем название configuration. И вот локейн нашего имиджа, который у нас в нашем репозиторе. Вокальном репозиторе. Вокальном репозиторе. Создался он. Вот. Создался некий уникальный идентификатор нашего контейнера. И теперь, когда я напишу docker.ps, фактически я увижу вот наш контейнер. Вот стрипнутый, в принципе, этот идентификатор. Его имидж. Команда, которая запустилась. Время, когда он создался этот контейнер. Его текущий статус. Порты, которые я заэкспозил. Вот. И название, соответственно, этого контейнера. То есть, в принципе, далее я могу обтейнуть информацию по этому контейнеру, используя либо его уникальный идентификатор, что не есть очень удобно, а проще использовать вот этот name. То есть, если я хочу сделать docker inspect, мне просто передать название этого имя. Я получаю кучу разных информаций. Окей. Помним, что это config service. Это у нас сервис-аппликация, которая фактически имплементирует централизированный config server. Четыре восьмерки порт. Поэтому что мы можем сделать? Давайте к нему обратимся. Я использую Windows, я использую Docker Tools, он заинсталлирован в Docker Tools. Что он делает? Он создает виртуальную машину на VirtualBox и автоматически коннектится. То есть, сам Docker Host, это есть виртуалка на Docker Host, на VirtualBox. И уже мой клиент, Docker Client, он уже коннектится к этой виртуалке и я получаю эмуляцию, как будто я нахожусь на Linux. Поэтому для того, что если я использую какой-то порт, фактически на 4 восьмерки порт, я его использую на Docker Host, на ту виртуальную машину. Поэтому, если я говорю, чтобы узнать мне ее IP-адрес, я говорю, какой мне такой IP-адрес? IP-адрес 99100. И теперь я могу коннектиться напрямую к куру. Порт 4 восьмерки. Что я сделал? А, ну, конечно. У нас должна быть какая-то через сгита вытянувая информация. Вот у нас есть мой депозиторий. И вот дефолтный URL моего discovery сервера. Он говорит, что discovery сервер у тебя. Для всех сервисов, которые захотят вытянуть вот эту property, используя config server централизированный, выдай, пожалуйста, вот такой респонс. Discovery. Постнейм discovery, порт 8761 eureka. Окей. Так, давайте теперь запустим наш discovery сервис. Опять же, запускаем наш имидж eureka сервис под именем discovery. и сделаем порт forwarding локального порта контейнера 8761 на порт нашего докер хоста 8761. Опять же, демонрежим. Docker PS. Docker PS показывает, есть два контейнера. Вроде бы все хорошо. Окей, давайте посмотрим на нашу на нашу юрику. 92, 168, 119, 100, 87, 61. Вот наш discovery сервис. Он говорит, что вот я запущенный. Никаких еще пока инстансов не было зарегистрировано тут у меня. Окей. Хорошо. Давайте сбилдим контейнер с нашего демо сервиса. Фактически, который что делать? Это просто. У него есть один REST метод GenderScope и выдает там список членов, который он знает. Вот, неважно. Вот. Опять же, идем в наш помфайл. Добавим ref proper tune к фиксам нашего имиджа. И добавим секцию, плагин секцию в наш логинчик. Опять же, что мы запускаем нашу джарк. Все очень просто. Опять, на 8 джар базируется наш контейнер. Порт 4 пятерки. Экспользуем. И все. Поехали. Опять же, какая задача сервиса? Законнектиться к нашему конфигурейшн сервису. Получить информацию о локейшнене discovery сервиса и зарегистрировать себя там. То есть, вот, Bootstrap.yaml говорит, что, вот, используй, пожалуйста, для конфигурейшн сервиса hostname configuration порт 4.8. 4 восьмерки. Вот. Регистрируй себя, пожалуйста, как не используй hostname в его греке, а IP-адрес. Это специфика докера. Вот. И зарегистрируй себя, пожалуйста, под именем demo-service. Так, здесь у нас контейнг. Проверяем. Имидж имею в виду. Вот у нас есть demo-service image. Теперь давайте его запустим. Тут немножко хитрее. Опять же, docker run demon запорводим порт 4 пятерки на 4 пятерки на локальный порт docker hostname. Помните, что мы что делали? Обращаемся к нашему config-сервису по hostname hostname configuration. К сожалению, если я сделаю просто ping configuration, я получу ничего. Такого hostname у меня нет. Поэтому у docker есть возможность линковать несколько контейнеров друг с другом. Я говорю с конфигури, с линкуем, пожалуйста, к этому при старте моего контейнера залинкуем его еще с configuration контейнером, который мы только перед этим запускаем. Когда он залинкует, я смогу доступаться из моего вот этого контейнера к этому configuration контейнеру, используя hostname configuration. Использовать его порты все абсолютно как будто они у меня находятся в геносити. Также я знаю, что нам нужно залинковать с нашим discovery контейнером для того, чтобы он потом мог доступиться. Потому что configuration сервис скажет адрес discovery сервиса вот hostname discovery. Опять же, для того, чтобы он его нашел, нам надо слинкать. Ну и что? Имя нам уже в принципе не обязательно тут. Что-то я не понимаю сделан. Marine configuration discovery configuration 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 А, вот, видите, я неправильно передал имя для контейнеров, с которым я хочу залинковаться. Ну и сразу в принципе дает распространение. Окей, perfect. Создался container ID dockerps что-то показывает. Вот у нас есть сложный порт, 4 пятерки. URL 99 100 4 пятерки. И у меня был rest method jams так, так, я думаю, он же стринг-стартанал. Проверяем. Ой, 99 100, извините. Вот есть какой-то жанр поп, классик, ворот. Ну, неважно, не супер-тон, не пар. Так, давайте посмотрим на нашу E-vacom. Обновим информацию, ждем, когда там что-то зарегистрировалось. Вот, видим, в ней зарегистрировался наш демо-сервис под IP-адресом 172.18.04 и внизу вы можете видеть там порт 4. Окей. Мы почти построили нашу инфраструктуру. Теперь давайте уже пойдем к нашей аппликации. Опять создадим, делаем контейнер. Опять не забываем о префиксе. Идем к нашим логинам. запустим. Опять же, запустим тоже все, все очень просто, банально просто. Восьмая Java, Java, боджар нажимаем. Из-за экспо использовался порт 80. Есть. build. Опять, задача, вот это наша аппликация, это наш аппликейшн, и его задача обратиться к configuration серверу, получить адрес discovery сервиса, обратиться к discovery сервису, получить список всех наших демо-сервисов, вот, и, соответственно, вызвать этот REST-овский метод, показать все, очень все просто. Ну, как бы, такой реальный workflow, который понадобится при построении каких-то microservice-based аппликаций. Вот, есть проверяем. Создался наш SDO demo demo image, и давайте, давайте его запустим. давайте его запустим. Вот, опять же, Docker run, не демонизируем его, ничего не делаем, мы говорим, я хочу запустить его в консоли. Terminal Emulation, пост, как только я нажму Ctrl-C, пожалуйста, дропни, приму мне этот имидж. Слинкуй его с configuration контейнером, для того, чтобы я мог заступиться по его хостнеймам, слинкуй его с discovery контейнер, для того, чтобы я мог заступиться по его хостнеймам, вытянуть список моих сервисов, которые я интересуюсь. И, пожалуйста, порт, который экспоузит этот мой контейнер, 8080, за forward его на какой-то другой порт, 7776, 7776, вот так можно сделать. Не запустил, не заранее, выписил, да, пошло что-то. Вот, видим спринговую консоль, слог, пошло, что-то, что-то есть, Rora пока нет, это очень хорошо. Так, можно тут где-то найти output, который говорит, что он обратился к нашему Eureka сервису и выдал список наших сервисов. Вот, там где-то есть код такой, мы писали и говорили вот, что обратись, пожалуйста, вот мы используем Discovery Client и обратись к нашему Discovery серверу, найди, пожалуйста, инстансы все демо сервисы и просто принтони в консоль, его хвост и порт, его сервисы. А также у нас есть еще дополнительный REST метод, который у нас вытягивает наши уже обработанные жанры, музыкальные жанры, которые вытягиваются соответственно где мы их запопывали этим, где мы, где мы, Histrix где-то вот здесь наша интеграция с Histrix вот, мы ее чуть-чуть позже обсуждали. Так, по Classic Rock есть. Теперь дайте я про другую консольку, если я сделаю Puru 99.100 на порт 7.6.7.6 обработанных Histrix вот так я должен получить вот мой список. Так, и соответственно если я докер до кипс докер 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 я хочу удалить мой контейнер докер мы удалим наш демо сервис контейнер который имеет вот такой контейнер AD вот упал сервис упал что мы ожидаем мы ожидаем что юрека должна обновить информацию через какое время что такого сервиса нету это может потребовать несколько минут все тяжело и долго тем не менее ждем давайте посмотрим что наш куру выдает а вот хистерикс обработал конкретно exception connection error exception даже если вот наш хистерикс выдал информацию что он как бы еще есть по такому адресу вот он выдал нам свой список где-то обновишься ты не обновишься очень долго увидим что наша аппликация зарегистрировала опять же сама себя тоже хистерикс в принципе тоже как в принципе любой другой сервис окей пока она думает давайте немножко просиммируем и продолжим дальше что мы только что показали фактически фактически мы показали как легко можно сделать имидж с нашей аппликации что позволяет нам в принципе как девелоперу какой-то большой компании которая работает над большим каким-то аппликации которые используют много сервиса просто вытянуть необходимый имидж какого-то сервиса без необходимости импортировать его код в наш workspace компилировать и запускать локально достаточно его просто импортировать с реестра компании докер реестра нашей компании и запустить себя локально как мы только что взбивали и запустили но в то же время в то же время есть куча таких тоже нюансов опять вы видели что я запускаю контейнер один я запускаю контейнер два я запускаю контейнер три четвертый линкую думаю об этом где-то что-то не так очень очень неудобно и вот тут и вот тут и вот тут докер говорят докер ким говорит мы вас понимаем и поэтому у нас есть решение мы сделали другой тул называется докер композ и для ситуации если у вас есть мальки контейнер аппликации вы можете использовать наш докер композ который поможет тебе описать твою аппликацию все зависимости всех контейнеров все порты все что ты хочешь там маунти не маунти вот и запустить это все используя одну команду докер композ у нас будет один файлик конфигурации файлик которая пишет наш для девайлопмента это просто прекрасно для стейджа тоже прекрасно для континус прекрасно для продакшен они говорят мы пока не спешите пока не спешите потому что она еще может быть очень сильно готов давайте посмотрим так юрек ты обновишься или нет не хочет наработать ну не важно докер дроп все контейнер дроп ничего нету ничего не ранен у меня есть docker compose yaml файл который прописывает у меня есть discovery сервис который базируется на моем имидже юрека сервис заэкспоуз пожалуйста вот эти порты у меня есть configuration сервис который базируется на вот этом имидже который мы хотим заэкспоузить вот этот порт 4.8 у меня есть мой сервис демо сервис который единственный нашим рестметом его имидж вот такой вот его информация по линкованию стартует этот контейнер с этого имиджа залинкуй его пожалуйста вот этим и вот этим контейнером соответственно докер композ что делает по зависимостям сначала стартует вот этот контейнер потом вот этот и только после этого третьего демо сервис есть наша аппликация которая базируется на имидже которая экспозиция порты 37880 и линкуем только опять же discovery configuration контейнером давайте порт пробить 676 76 76 76 все есть command-line утилит docker compose которая позволяет нам стартнуть наш граффит мы говорим docker compose up и пожалуйста флаг минус d демонизируй наши контейнеры не хочу получать их output на мой std что он говорит я стартую configuration контейнер я стартую discovery контейнер я стартую demo сервис контейнер или статую application контейнер docker compose ps показывает информацию о нашей аппликации фактически у меня есть discovery configuration контейнер давайте проверим curl 99100 4 восьмерки есть какие-то результаты то же самое по discovery я думаю достаточно будет обновить нашу страничку нет никаких инстансов нету инстансов но мы ожидаем мы знаем что мы стартанули параллельно наш demo сервис и аппликацию но почему-то demo сервис не зарегистрировался давайте посмотрим почему docker compose мы его назвали как demo сервис если начнешь его назвали дам сервис посмотрим логин в логах мы видим error message что он не может законнектиться к этому хостому что это значит в принципе docker compose он есть тоже супер классный пузой он стартанул по dependents сначала один контейнер сначала потом второй контейнер но когда он стартанул этот demo сервис мой контейнер с моим configuration сервером он еще не успел запуститься поэтому при старте этого сервис контейнера фактически он получил такой connection и ничего не может делать он не получил информацию о нашем discovery сервисе и соответственно там не зарегистрировался какие есть пути решения в принципе возможно добавлять какие-то либо добавлять там работать с таймаутами там какие-то логику по connection либо сделать какие-то таймауты при старте нашего этого сервиса это такое для девелопмента дать что я сделаю Docker Compose Stop Demo Service Yes его статус Exit Я просто его restart и посмотрим его логи вот он стартует error месседжа нету вроде бы все хорошо все пробуем что можем curlum еще секунду как Docker обратить внимание Compose YAML для этого демо сервиса я не форбарю никакой порт на пост машину поэтому просто порту 4 пятерки я не обращусь мы сейчас это обсудим и покажем но мы проверим нашу Eureka зарегистрировался ли он там он еще ждет ну подожди давайте спасибо почему я не указываю порт потому что я хочу в принципе сейчас немножко позже вам показать функционал как я могу легко скейлить наши сервисы используя функционал Docker Compose что фактически в принципе уже можем симулировать какой-то более реальный такой cloud environment который может быть на production и девелопер очень легко на своем локальном dev environment может протестировать аппликацию либо сервис зная что у него есть несколько инстинцев того же сервиса либо ни одного инстинцев вот эти все кейсы можно легко прогнать так же самое это можно в принципе что что так долго тормозишь также можно использовать тестирование и во время автоматичное что тоже есть очень важный может то может это дело не так но это стандартная мы запустили его без реплики и она фугает Ну, давай. Окей, пока она стартует, давайте запустим тогда еще наш, перезапустим, перезапустим наш application container, наша аппликация. Старт, депп. Вот новый output. Обратились к нашему configuration service, получили информацию о discovery service. Ждем. Вот только-только этот демо-сервис появился. Ну, и сейчас подождем, пока наша аппликация тоже немножко раскачегарится, обратится к нашему discovery service, получит информацию о нашем списке демо-сервисов и будет какой-то результат. Пока мы это делаем, пока она там что-то делает, думает, думает. Что мы сделаем? Docker.com.police.pns. У нас есть один instance демо-сервиса, по одному инстанцу каждого в нашем маленьком сервисе. Для демо-сервиса я не проводил ни один порт на мой локальный докер-хост. Поэтому что я могу сделать? Docker.com.police.pns. Scale. Я заскаливаю, пожалуйста, к трем инстансам. Что делает Docker.com.police? Он автоматически создает плюс, стартует плюс два контейнера. У каждого с этих контейнеров есть свой физический выделенный IP-адрес. И они вот экспозят порт 4 пятерки вовне. И вот так обновим, что наша аппликация вроде бы так заработала. И мы ждем, что вот сейчас тоже эти, которые я заскалил в демо-сервис контейнеры, они тоже зарегистрировали себя в юрике. А вот теперь давайте, что мы к урлам пройдемся. Согласно, 168.99.100 на порт 7.6.7.6. Вот что-то выдало. Отлично. Отлично. Есть какой-то результат. Те контейнеры еще думают. Очень долго оно все. Ну, не важно. Суть в том, что вот используется вот этот Docker.com. Ну, в принципе, то есть есть свои нюансы, то, что я показывал, что есть очередность запуска, она соблюдается, но, в принципе, нет той уверенности, что мой сервис, когда будет запускаться, например, третьим, да, в моем случае, что он запустится, найдет необходимый тоже контейнер, что успеет тот контейнер его спринг запуститься. Поэтому, опять же, надо все-таки ложиться на плечи задания каждого девелопера, либо там менеджера, конфигуратор менеджера, чтобы добавить дополнительную какую-то логику. Либо, как я запустил, просто перезапустил сервис. Но, в принципе, для моей работы как девелопера этого абсолютно имеют этот явный файл, Docker Compose явный файл, достаточно, абсолютно достаточно. И очень просто я могу запустить и перезапустить то, что мне нужно для того, чтобы протестировать мое большое приложение. Вот. Еще один зареистрировался, ждем еще один. И так же самое, в принципе, опять же, я могу сделать как scale up, так же я могу scale down сделать. Вот. И фактически тут я получу ничего, ничего не будет. И моих историй должен обработать и корректно выработать error. Вот, собственно, и все. Всем спасибо. Задавайте вопрос. Нету вопрос? Женя, у тебя, может, есть вопрос? Ребят, есть вопрос к Юрию? Размьютайтесь. Юр, такой вопрос, под документаж, скажи, куда стоит смотреть, в какую сторону, откуда черпать информацию по знакомству с докерами? Докерами, ну, там был какой-то слайд, докер.io. Вот. Это как стартовый такой поинт, вот. Ну, introduction, видео на английском, на русском языке уже не настолько, ну, очень много. На самом деле, они с 2011 года, если не ошибаюсь, они с такими, кто-нибудь. Они так уверенно, уверенно шагают вперед. Вот они уже в версии там 1.9 докера, они добавили возможность иметь как бы шареный network, докер-нетворк, такой как бы функциональность. То есть, используя несколько докер-хостов, которые могут физически находиться на разных машинах, вот, мы можем собирать ихнюю сеть в одно единое. Фактически, у меня контейнер, который я стартанул на хосте A, и контейнер B, который я стартанул на хосте, там, и другой контейнер, который я стартанул на хосте B, они могут видеть друг друга, имея видя такой шар-нет. Но пока я не рекомендую это использовать, потому что на практике показывает ситуация, что имея кластер больше, там, чем 10 нод, ну, я вот тестил с 15 нодами, этот нетворкен работает нестабильно. Ну, есть и минусы, поэтому они, говорят, пока для продакшена не используйте. Вот, именно вот эти нетворкен-штуки, докер-компоуз, тоже пока не используйте. Но, когда сам по себе докер, он достаточно такой робост, матчурный, что он очень много чего может вам помочь в вашей работе, как минимум для девелопера, и для стейджинга, и для доктестирования. Окей, спасибо. Пожалуйста. Ребята, есть еще вопросы?